Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь24 с главными событиями. К этому часу познакомлю вас я, Глеб Полянский. А теперь к основным темам выпуска. В Барнауле в очередной раз обсудили благоустройство Мизюлинской рощи. В выездном совещании приняли участие представители администрации города и индустриального района, а также местные жители. После осмотра территории предложили увеличить полив зеленых насаждений и провести ремонт детских игровых площадок. Кроме того, осенью высадят новые деревья взамен засохших. Строители уже начали приводить территорию в порядок. Участники комиссии поддержали предложение жителей района проводить подобные собрания на постоянной основе. День России масштабно отметят на Березовой Катуне. Фестиваль посвятят Году культурного наследия народов страны и 85-летию Алтайского края. Мероприятия начнутся с научной конференции о развитии этнокультур, в которой примут участие молодые ученые из разных регионов страны. Также в рамках фестиваля запланированы праздник русского фольклора, древа и различные ярмарки. У гостей будет возможность принять участие в народных гуляниях и посетить мастер-классы по традиционным ремеслам, танцам и песням. Завершит фестиваль гала-концерт с участием Сергея Старостина и творческих ансамблей. В 2023 году Залесовский муниципальный округ полностью перейдет на современную экономичную схему отопления социальных объектов. О ее работе руководители предприятий ЖКХ рассказали губернатору Виктору Томенко во время его рабочей поездки в Залесовский округ. Энергоэффективные котлы длительного горения работают на альтернативных видах топлива и позволяют существенно снижать расход угля. Заправили котлы некоторые горят трое суток, которые двое суток. То есть человек, он не влияние оказывает. Круглые сутки тепло, ребятишкам тепло. Стали мы переходить, искать котлы, чтобы более мощно. Вот эта, кстати, котельная, она отапливает 5200 квадратных метров. Вот детсад, многоквартирные дома, жилье. Новое оборудование начали устанавливать два года назад при поддержке правительства Алтайского края. Котлы приобрели в Кемеровской области, а сейчас их производство освоили и на Алтае. Дополнительно в Залесовском округе работают котлы на отходах деревообработки, например, на щепе, остружке и соломе. Расход этой котельной до этого котла был в пределах 900 тонн, а мы с этим котлом перешли и угля только сожгли за отопительный период в пределах 220 тонн. То есть мы уже сэкономили более полутора миллионов в этот отопительный период только на угле. Общественный транспорт краевой столицы становится все более востребованным. Вот уже полторы недели закрыт мост на новом рынке. Городская администрация ставит в приоритет организацию движения автобусов, трамваев и маршрутных такси. Мы узнали, как жители Барнаула оценивают качество работы общественного транспорта. Ну иногда, что могу сказать, автобусы просто проезжают. Но это ближе к вечеру, может, у них уже смена заканчивается и переменка идет. А так все в порядке и хорошо. Ну, во-первых, не устраивает то, что автобусы стали больше маленьких выпускать. Допустим, 60-е, сейчас эти газельки вот такие маленькие ходят. Автобус «Двойка» раньше пазики ходили, сейчас тут такие же ходят и еще реже стали ходить. 57-й, вот я на нем, на 35-м езди отсюда, он целый час, у него диапазон, то есть, ну, минут 40 точно люди. С этого зимой ждут, летом ждут его, выходные дни еще реже ходят. То есть, ну, как-то хотелось бы, конечно, чтобы получше все это стало. Ходят они не очень, можно хорошо, а 4 автобуса десятки всего по маршруту. Так это езжать. Удовлетворительно, в общем-то. Ну, вот я живу в Затунии. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы у нас чуть почаще ходили автобусы. Неудобство – это и монт моста на проспекте Ленина, в районе Нового рынка. Транспорт задерживается и дольше приходится ехать. Да, в общем-то, меня все устраивает. Я же на пенсии. Меня все устраивает. Даже с тем, с мысльом, что у нас сейчас ремонт на мост, то я даже быстрее домой, честно говоря, доезжаю. Впервые на литературном фестивале Роберта Рождественского одновременно будут работать пять сценических площадок. Праздник пройдет на родине нашего именитого земляка в селе Косиха 25 июня. В программе межрайонные песены и поэтические фестивали, рок-концерт и фестиваль национальных культур, а также поэтическая площадка для детей. Гостей ждут в библиотеке и музее поэта. День завершится концертом народных артистов России Александра Розенбаума и Ларисы Долиной, а в завершение прогремит салют. Напомню, в этом году Роберту Рождественскому исполнилось бы 90 лет. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru. Хорошего вам дня и не переключайтесь.